Девочка-пай Сестрыка Работа – юные художницы. Рисованием они занимаются всего три года, но уже достигли немалых успехов. Недавно в эколого-краевическом музее открылась их персональная выставка «Вместе мы можем многое». В выставочном зале представлено около 40 работ, которые отличаются легкостью, искренностью, непосредственностью. Эту выставку девочки ждали с нетерпением. Эмоции, которые испытывают, наверное, творческий трепет, волнение. Также, наверное, гордостью за то, что вот так вот нас выставили, честь такую оказали. Юные художницы – сестры-двойняшки. Катя – сдержанная, вдумчивая, отзывчивая, спокойная. Стойкий оловянный солдатик. Аня, напротив, эмоциональная, любознательная, легкая на подъем. Объединяет их невероятная сестринская любовь. Вместе они единое целое. Вот, например, когда я расстраиваюсь, например, плачу, Аня тоже начинает плакать. И наоборот. Я не знаю, как прям получается на физиологическом уровне. Вот. Я не знаю, почему так происходит, но это факт. Катя, когда было два с половиной года, у нее начал развиваться сахарный диабет. В три года нам уже как раз вот в день рождения, прям в день ее рождения трехлетия, нам диагноз окончательно подтвердился, что ребенка он есть. И у нас вот если бы не вот эта Анюткина поддержка, это было очень тяжело. Это было очень… Вот эти первые два года, когда у нее диабет развивался, это было очень тяжело. И Аня, вот эту всю боль, это были бесконечные уколы, эти были слезы. И вот Аня, вот она просто чисто физически, она половину вот этой боли брала на себя. И вот поэтому им было легче. И точно так же, когда у нас Аня заболела, Катя начала на себя перетаскивать вот эти ее такие эмоции. Такие, которые там у Ани зашкаливали тогда по страшному, она очень тяжело эту ситуацию тогда принимала. И, конечно, и вот это… Вот они вот такая поддержка, это прямо вот на физическом, на каком-то вот таком уровне. Вот она… То, что она есть у двойняшек, это точно, это сто процентов. И, конечно, она вот так помогает в сложных ситуациях. Но и в успехах тоже помогает, потому что радость-то тоже ведь делится. У Ани и Кати творческая натура. Это было заметно еще с самого раннего возраста. В шесть лет они поступили в подготовительное отделение ДШИИ, изучали четыре направления искусства – театр, хореографию, музыку и рисование. Но невзирая на творческие успехи и советы педагогов, пройдя двухлетний курс обучения, девочки решили на этом остановиться. Занялись шитьем и бисероплетением. В конце 2014 года они всерьез и надолго увлеклись дизайном интерьера. Любовь к художественному конструированию привели телепередачи о ремонте. Это наша комната. И дизайн мы придумали с камерой. Оставной упор мы делали нам многофункционально, чтобы в нашей комнате была рабочая зона, спальная зона и достаточно большая шкаф для места хранения. Мы понимали, что без должного художественного образования у нас это вряд ли получится, потому что нужно, как минимум, уметь рисовать, а также, чтобы поступить в университет, это там тоже обязательно нужно в художественное образование. И вот мы и решили пойти, собственно говоря, в художественную школу. Пошли, подали заявление. Получается, это было в мае 2015 года. Подали заявление в художественную школу и с сентября поступили сюда. Нурия Садриева – преподаватель детской художественной школы, наставник девочек. Общий язык с ней ученицы нашли сразу. Теперь это крепкий творческий союз, готовый покорять все новые и новые высоты. Я поняла, что у них большой потенциал в том, что у них есть желание работать, научиться рисовать. Это самое главное в нашей профессии. Если нет желания, то ничего невозможно достичь. А у девочек было вот это желание научиться изобразительному искусству, поэтому я думаю, что с ними будет все прекрасно и у них будет все получаться. Кто-то из великих сказал, гений – это 10% таланта и 90% труда. С этим выражением целиком и полностью согласны и сами юные художницы, и их наставницы. Девочки – настоящие трудяги. И как бы им тяжело не давался тот или иной этап, они с упорством преодолевают все преграды. Я помню, мы в первом классе, здесь в художественной школе, мы тогда были в седьмом, и мы вообще плохо рисовали. Но мы ходили почти где-то 4 раза в неделю и рисовали, очень много времени проводили в художественной школе. Я верю, что это все труд. Ну и как бы возраст, то, что мы были уже старше, мы это все осознавали, я думаю, это тоже сыграло большую роль. Талант – это звучит так весомо, мне кажется, что талант – это от Бога. А здесь способности, способности к пониманию того, что говорит педагог, что от них хочет он получить. И, конечно, это большой труд. Я сама занималась спортом и ездила на соревнования. И я прекрасно знаю, что никаких достижений абсолютно без ежедневных многочасовых тренировок добиться невозможно вообще. И точно так же все эти достижения девчонок, все их успехи на этих конкурсах, участие в различных проектах – это, конечно, в первую очередь постоянная работа. За годы учебы Аня и Катя научились рисовать в разных техниках – карандаш, линогравюра, пастель, графит, гуашь. Но ближе всего по духу все же акварель. Она более замысловатая и глубокая, и не терпит ошибок. Но юные художницы никогда не ищут легких путей. Она, конечно, достаточно сложная, но ей, если научиться, если много ей работать, то уже получается, и получается очень красивая работа. А самый любимый материал – это, наверное, акварель, потому что там работы получаются такие прозрачные, легкие, нежные, воздушные. Акварель – это очень сложная техника, наиболее сложная по отношению к маслу, гуаши, потому что не терпит исправления. И по рисунку мы начали с того, что изучали геометрические тела, геометрические фигуры, понятие перспектива, тональность. Все это начиналось вот в первом классе. И они успешно с этим справлялись. Больше всего девочки любят рисовать реальный мир. Обожают пейзажи. Это один из наиболее эмоциональных жанров искусства. Трудно изобразить природу родного края без искренней любви к ней. В работах Кати и Ани отлично прослеживается, насколько трепетно они относятся к ямальской природе. Я понимаю, что пейзажи – это, так сказать, отражение действительности в картине. И, может быть, именно это мне дает, так сказать, мотивацию. Ну, не мотивацию, а скорее желание их делать. И делать их так, чтобы они были похожи на действительность, чтобы не понимали фотографии или рисунок. Первый же год обучения девочки активно стали участвовать в самых разных конкурсах и фестивалях. Продолжают это делать и сейчас. Живые страницы, восходящая звезда, жить, арт-авангард, волшебное Рождество, гостеприимный Ямал, чудесная страна, радуга. В этих и других конкурсах всегда занимают призовые места. В их портфолио десятки грамот и дипломов. Всегда приятно, когда ты получаешь какие-то призовые места, когда твои труды оценивают хорошо. Это очень приятно, то, что все делаешь не зря. Они рисуют, они пробуют, показывают свои достижения. У них есть уже желание добиваться какого-то определенного результата. То, что Аня и Катя увлечены одним делом, им здорово помогает. Они понимают друг друга с полуслова и всегда могут рассчитывать на помощь и сестринскую поддержку. Мы говорим друг другу конструктивную критику, может быть, помогаем где-то в работах. Ну, как мы считаем, если нужен, например, мне кажется, там она цвет неправильно подобрала, или она мне говорит, что я там не дотемнила, что-нибудь такое. Вообще помогаем. Это намного проще вдвоем. Нам так проще, скорее всего. То есть, если нам что-то нужно сделать вместе, то там, например, художественная школа не мешает нашим планам. И мы, например, вместе занимаемся либо рисованием, либо какими-то другими делами, а не так, что по отдельности. И нам это помогает. В этом году девушки получили грант губернатора за выдающиеся творческие достижения. И не собираются останавливаться на достигнутом. Сейчас они готовятся принять участие в премии «Молодые дарования Ямала». Очень надеются на победу. Дети должны знать, что их искусство, их творчество интересно и пользуются успехом. Поэтому мы решили стремиться и дальше. А кто знает, если мы здесь достигнем кого-то, мы пойдем и дальше, и выше. А есть еще премия президента. В будущем году Аня и Катя станут ученицами многопрофильного лицея. Выбрали социально-экономический профиль. Но свои мечты не изменяют. Как и прежде, художницы хотят стать дизайнерами. И обязательно приложат максимум усилий, чтобы мечту воплотить в жизнь. Скорее не поменялись предпочтения. Я также по-прежнему хочу стать дизайнером. Мне это как бы близко. Даже, например, мы нашу комнату сделали дизайн сами. Нашу комнату несколько лет назад. И как бы у меня она получилась очень такая атмосферная и прям как нам надо. Прямо под наше настроение, под нас. И меня это как бы очень вдохновило. Я по-прежнему хочу стать дизайнером. Я бы, конечно, хотела стать дизайнером. Но я понимаю, что это достаточно сложная профессия. Потому что сложно сначала выучиться, а потом сложно найти себе хорошую оплачиваемую работу. Но, наверное, мечта есть. Но не знаю, в будущем получится ее реализовать или нет. Но мы будем учиться дальше, стараться. И я думаю, что если в конце 11 класса все будет хорошо, то, возможно, мы подадим документы в какое-нибудь художественное училище на дизайнеров. Мы три раза с ними проходили профтестирование и в центре занятости. И у них в лице они ходили на тестирование, на профтестирование, проходили в школе. Им дают один и тот же результат. Ваш выбор профессии связан с творчеством. Если они чего-то хотят, они стараются этого добиться и достичь. Так что я думаю, что да, конечно, что у них должно получиться.